МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По одной из версий, чиновники боятся бунта уличных торговцев. Долги продолжают расти. Почему управляющие компании взяли паузу и не спешат платить по счетам? Шукшинские дни на Алтае. Знаменитые гости прилетели. А вот кто доедет до Бийска, расскажем сегодня в выпуске. Итак, мы начинаем. В Бийске коммунальные службы и поставщики услуг продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Еженедельно в городской мэрии проходит заседание, где обсуждаются проблемы и сам ход подготовки. Сегодня формат поменяли. Чиновники и представители журсоснабжающей компании встретились на самом крупном в Наукограде энергообъекте. На Бийска Энерго состоялось выездное совещание. Исполнительный директор по управлению компанией Бийск Энерго Борис Мещеряков рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону. Ремонтные работы здесь идут по графику. Отставаний нет. В этом году на модернизацию оборудования на Бийской ТЭЦ намерены потратить больше 300 миллионов рублей. На сегодняшний день освоено 170. Завершен капитальный ремонт котла-агрегата номер 10. В рамках инвестиционной программы реализуется целый комплекс мероприятий по реконструкции четвертого турбогенератора. Все работы направлены на повышение надежности работы энергопредприятия и повышение качества услуг. Что касается топлива, то запасы угля превышают норму в 4 раза, мазута в 2 раза. Мы сегодня уделяем уже внимание, помимо количества тепла, передаваемого и качества тепла, что у потребителя должно быть в доме температура отопления, соответствующая ГОСТам. Температура горячей воды в кране должна быть соответствующая. Это требование к качеству теплоносителя, к качеству тепловой энергии. И этим мы сегодня занимаемся. Мы меняем схемы, мы меняем диаметры трубопроводов, опять же, меняем изоляцию. Кроме того, на выездном совещании затронули тему задолженности. В частности, это касается управляющих компаний. Как пояснили представители администрации, обслуживающие организации взяли паузу и не спешат платить по счетам. Многие считают, что в нормативно-правовых актах есть существенные расхождения. По мнению руководителей управляющих компаний и представителей ТСЖ, во всем виноваты неподъемные суммы за ОДН. Коммунальщики уверены, в расчетах допущены грубые ошибки. И эти ошибки повлекли серьезные экономические потери в бюджете управляющих компаний. А у некоторых организаций финансовое положение близко к банкротству. Скажу по-своему ТСЖ. Вот два дома работают с экономией. Я где-то каждый месяц должен изыскать порядка 60 тысяч, чтобы заплатить за те дома, которые работают с экономией. Абсурд. И люди спрашивают, а как мы тогда, что за энергосбережение, как мы должны экономить. Мы на сегодняшний день просаживаемся, просаживаемся. Мы на сегодняшний день за горячую воду, за гигакалории. Оборотные средства выхолачиваем, их уже негде брать. И через 2-3 месяца мы на стадии банкротства будем. Это однозначно. Для того, чтобы у меня был ной баланс по финансам, то у меня должна быть экономия ресурса в объеме примерно минус 150 кубов. Как можно это заставить людей еще приносить в теплоэнергослабжающую организацию, ветрами носить горячую воду, им сдавать, чтобы у меня появился ресурс? Непонятна система. Не оплачивают счета и сами потребители. Так, жители Алтайского края поставщикам коммунальных услуг задолжали более миллиарда рублей. И, как показывает статистика, это типичная картина для всех регионов страны. А вот ли платят бичане за коммуналку? А если платят, то какую часть от дохода приходится отдавать? С этим вопросом мы обратились к жителям города. У нас большая квартира, четырехкомнатная, много очень выходит, больше пяти тысяч. Но я считаю, что как бы у нас нерациональная стоимость за коммунальные услуги, особенно ОДНы. Я не плачу за квартиру. Муж платит, я не знаю. Она просто лезет непонятно зачем. Ну, конечно, непонятно, понятно, зачем она лезет. Но, как это сказать, ну, все хотят лучше жить за чужой счет, так скажем. От своей зарплаты получается 30%, наверное, от своей. Приемлемо для меня, например. Я ветеран труда, так что маленько. Побольше получаю. Ничего, можно жить. По отношению к нам нормально, а в общем нет. Дорого. В смысле, не то, что дорого, так, а зарплата маленькая. Зарплаты все равно хватает. Ну, жена все контролирует и расходы расписывает. Пенсия где-то 18, зимой за коммуналку 6, а летом где-то около 2,5-3. У меня трехкомнатная квартира. Ой, я никогда не считаю. Сколько есть, столько я отдаю. Ну, пенсии, конечно, не хватает. Ну, как мы привыкли, так скажем. Иногда даже большая часть бывает, потому что не всегда как бы... Ну, большая часть. Очень. Я думаю, тяжеловато всем сейчас. Ну, если оплачивают, значит оплачивают. Значит, подъемные. Были бы неподъемные, не платили. Действия не по законам рынка. Городские чиновники в начале июня вновь выступили с инициативой бороться со стихийными торговыми точками. Основной удар обещали нанести по привокзальному рынку. С ними власть собиралась разобраться к 1 июля. О том, как обстоят дела у нелегальных продавцов, расскажет Диана Козлова. Мы открылись, гласит табличка около входа на универсальную ярмарку Дары Алтая. Однако здесь нет ни единой души. Покупателя, который решит здесь отовариться, встретят лишь пустые столы. Хотя здесь уже должна вовсю кипеть торговля. Работать здесь никто не хочет, уверяют торговцы. Место непроходное, да и плата за аренду столов восторга не вызывает. Потому к намерениям администрации относятся несерьезно. Известный рынок около Танюши продолжает жить и работать в прежнем режиме, несмотря на нелегальный статус. Лук зеленый здесь, укроп, капуста сами выращиваем, картошка наша домашняя. Как говорят в городе, переносить рынок сейчас власть имущие не торопятся. Мол, они опасаются пенсионерского бунта, ведь лето – период основной прибыли от торговли. Но есть и другая версия. Тот, кто горел желанием разобраться с нелегальными торговцами сам, покинул пост. И, видимо, сейчас контролировать ситуацию в городе попросту некому. Я надеюсь, что уже в этом месяце мы сможем удалить всех несанкционированно торгующих вдоль дороги и далеко не украшающих нас город на территорию этой ярмарки. Теперь же ожидается, что рынок перекочует на специальную площадку ближе к осени. За много лет бейчане успели привыкнуть к привокзальным торговым рядам. Потому и торговцы, и сами горожане относятся к переносу уже полюбившейся ярмарки, мягко говоря, неодобрительно. Транспорт здесь рядом, сошел с тяжестью, сюда подошел, здесь все рядом. А опять выгонят, и что как? С работы вечером идет, им неудобно где-то нас искать. Им удобно, забежал здесь, купил эту ягодку с грибочками и побежал домой. Каждый год хотят перенести, а толку нет. Если вы всех перенесли, тогда туда люди пойдут. А если только нас, значит покупатели здесь все будут. А мы просто будем там сидеть со своим товаром. Я думаю, от этого никто не выиграет, ни покупатели, ни продавцы, потому что это самый дешевый рынок для покупателей. Мы обожаем, что здесь люди торгуют, нам помощь какая. Вышел, все рядышком, все свеженькое. Ну куда мы еще поедем? При вокзальный рынок уже долгие годы стоит у администрации как ком в горле. На этот раз чиновники настроены на ожесточенную борьбу с нелегалами. Регулярные рейды, грозящие административными наказаниями, должны помочь очистить приторгованное место. Но, несмотря на это, как говорят сами продавцы, никто отсюда не уйдет. На ярмарку дары Алтая свои дары они нести не собираются. Диана Козлова, Иван Зяблицкий, Будни. Сегодня в Барнауле молодые кинематографисты представляют свои проекты. По итогам так называемого питчинга, презентации с целью нахождения инвесторов, возможно, удастся запустить в производство новые фильмы. Это лишь одно из заметных мероприятий, которые в эти дни проходят в рамках 19-го Шукшинского кинофестиваля. Накануне он торжественно открылся в Краевом театре драмы. По красной ковровой дорожке прошли Гарик Сукачев, Виктор Мерешко, Анатолий Катенев и другие знаменитости. Специальным гостем фестиваля стала внучка Шукшина Анна. О том, как Барнауле встречал гостей и что ждать зрителям в ближайшие дни, расскажем вам далее. Хоть бы снова не было дождя, просили собравшиеся у неба. И погода на этот раз пощадила и зрителей, и звезд. Виктор Мерешко, сценарист и режиссер Анатолий Катенев, которого многие помнят по фильму «Секретный фарватер», а также актеры Сергей Горобченко, Иван Кокорин, актриса Марина Яковлева. Но самая, пожалуй, долгожданная для многих фигура – музыкант и режиссер Гарик Сукачев, который год спустя после съемок привез фильм «Алтайская песня». Он вошел во вне конкурсную программу. Сукачев вообще явно чувствовал себя, как дома охотно раздавал автографы, общался со всеми желающими. А вот и почетный гость фестиваля – внучка Шукшина Анна. Она является учредителем фонда имени своего деда. Я второй раз на этой мощной земле. И приезжая сюда, просто хочется жить. Хочется жить, творить и продолжать дело. По ее словам, своего рода эхом Алтайского фестиваля станет конкурс патриотического кино, который ее фонд организует в Москве и Петербурге. В конкурсную же программу 19-го Шукшинского вошло 11 фильмов. Это картины «После тебя» Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, драма «Птица» с Иваном Охлобыстиным, «Время первых» и другие фильмы. По словам председателя жюри Виктора Мерешко, параметры для отбора победителя из года в год остаются теми же, исконно шукшинскими. Как ни странно, он должен соответствовать тем принципам, которые Шукшин Василий Макарович в своих произведениях чаще толковал, исповедовал, заставлял нас думать. Именно вот нравственность, правда, душевность, искренность и народность. Заметно, что организаторы вместо погони за звездами первой величины наконец решили развивать фестиваль, что называется «Содержательно». Добавилась программа короткометражного кино. Также на Алтай пожаловал целый десант продюсеров. Они проведут мастер-классы по кино. С их участием пройдут и питчинги, презентации проектов молодых кинематографистов, по итогам которых, возможно, запустят в производство новые фильмы. Следующие три дня программа будет традиционно плотной. Зрители ждет больше 30 мероприятий. Наряду с Барнаулом встречи, показы и выставки пройдут по всему краю. С завтрашнего дня торжества переместятся в Биск, Белокуриху, село Смоленское, Поспелиху. Наконец, в субботу фестиваль переедет на родину Шукшина, в село Сростки, где объявят имена победителей. Завершится вечер показом фильма «Гаррика Сукачева. Алтайская песня. Под открытым небом на горе Пикет». Уже завтра наш город станет главной площадкой шукшинских чтений. Правда, пообщаться с киноактерами и режиссерами бичанам не удастся. В Наукограде проведут только встречу с писателями и музыкантом Гариком Сукачевым, который презентует свой фильм «Алтайская песня». Завтра в 11 часов утра распахнутся двери центральной городской библиотеки, носящей имя нашего знаменитого земляка. Там пройдет сразу несколько мероприятий. Самое главное – это открытие шукшинских чтений. Так все начиналось. В читальном зале гости фестиваля смогут пообщаться с именитыми писателями. Среди них Юрий Козлов, Евгений Водолазкин, Мария Маркова и Владимир Молчанов. Кроме того, будут работать тематические выставки и открытый кинозал. Вечером этого же дня в кинотеатре «Киномир» состоится премьерный показ фильма с рабочим названием «Алтайская песня» с участием Гарика Сукачева и съемочной группы проекта. Бийский стрелок Сергей Каменский возглавит сборную России на европейских соревнованиях. Чемпионат континента по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе стартует уже на этой неделе в Баку. Возглавит сборную России по пулевой стрельбе серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Каменский. Национальную команду в стрельбе из малокалиберного оружия представят 18 спортсменов, 12 мужчин и 6 женщин. Бийский спортсмен выступит в двух упражнениях в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лежа, а также еще из трех положений. Желаем нашему спортсмену удачи и победы на международных стартах. И о погоде. Итак, завтра, 20 июля, в Бийске пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха, наоборот, довольно высокая. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью плюс 14, плюс 16, днем 19, 21 градус выше нуля. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин